Три, два, один, понеслась. Не знали, как это делается, поэтому мы решили забросить это дело навсегда, поскольку бонь и запах изо рта нам не сильно-то и понравился. Следующий опыт курения произошел у меня примерно в 2009 году. Мне тогда было 15 лет, после школьных экзаменов все мои одноклассники пошли за школу, и я с ним пень покурить. Стояли мы с ними вместе, и мне что-то тоже очень сильно захотелось просто попробовать что-то такое, почему так всем это нравится. Я у них взял сигарету, и именно с того момента я и начал курить на постоянной основе. В Минске сигареты стоили очень дешево, и продавали их мне практически везде, потому что в 15-16 лет я уже был под 2 метра. В первое время сигареты не вызывали у меня ничего, кроме как удовольствия. Они не мешали мне заниматься спортом, родители ничего не замечали, наверное. И по окончанию школы, когда я поступил в университет, я твердо решил бросить курить, но зачеты, сессии и различные студенческие мероприятия возвращали эту вредную привычку. В 2012 году, выйдя очередной раз на перекурс со своими однокурсниками, я увидел парня, который стоял с какой-то огромной железной трубой, из которой шел пар. Мне стало интересно, что это, поскольку про вейпинг я тогда ни разу не слышал, я подошел и поинтересовался, что это такое. В ответ я услышал почти 10-минутную лекцию о том, что это такое, как это работает, куда что заливается, как куда заряжается, и все в этом духе. Самое интересное, что я точно помню, что у него мод работал от аккумуляторов 18650, ну или какого-то подобного формата. Поскольку они были невероятно огромные, я просто таких ранее до этого не видел. Конечно же, на тот момент я не понял ни слова. Для меня это казалось очень сложно, поскольку нужно было каждый день что-то заряжать, нужно было перематывать, нужно было какую-то штуку куда-то прикручивать. В общем, мне это вообще не воодушевило никаким образом. И мне просто было неинтересно. По окончанию универа я был курильщиком со стажем в 7 лет. Курение стало плохо сказываться на моем здоровье, я стал задыхаться на тренировках. Мне сложно было бегать в кроссы, я не мог уже спокойно отстоять на площадке баскетбольные 2 часа, и я понял, что нужно завязывать с этой дурной привычкой, поскольку до добра на меня не доведет. Я был всегда уверен, что бросить курить для меня не составит никакой проблемы, но это уже стало как частью жизни, это своего рода привычка. Первые попытки привели к тому, что ожидание троллейбуса превращалось в вечность, поход до работы, который занимал 700 метров, превратился в 7 километров. Я становился злым, очень много кушал, и это было не так просто. То есть я просто не мог бросить курить, просто-просто-просто нормально. Моя борьба с курением длилась очень долго, и я в ней всегда проигрывал. Но до одного прекрасного момента, когда мой хороший друг занялся вейпингом, да так, чтобы можно было называть фанатом своего хобби. Он предложил мне перейти сигарет на вейп. Я очень плохо отнесся к данной идее, но он вообще меня не слушал. Вручил мне какой-то там кангер на 30 ватт, непонятный бачок и дал премиальную жидкость на пару дней. За три дня парения я ни разу не прикоснулся к сигаретам. Я был в шоке и решил в итоге заказать себе какую-нибудь электронную сигарету из Китая. Поскольку я парень рисковый, я первым делом решил заказать себе механический мод под названием Simple и дрипку мутация. Чтобы вы понимали, насколько все было плохо, аккумулятор, который я купил в Минске, стоил дороже всего того, что я заказал из Китая. А именно механического мода, дрипки, кантала и зарядного устройства. Собрав весь этап, я начал парить. Мне все очень нравилось, я парил жидкость с нулем никотина. Она была естественно самодельная, но со временем нехватка никотина дала о себе знать и я начал парить и курить. Длилось такое смешение табака и вэппинга примерно год. Через некоторое время меня это задолбало, я решил полностью слезть сик. Так, 8 октября 2016 года я настоятельно решил забросить это дело. Выкурил свою последнюю сигарету, купил соответствующий сетап и больше никогда не притрагивался сигаретам. Да, на некоторых тусовках, летах, дискотеках, как угодно это называть, иногда хочется покурить сигареты. Даже пробовал иногда покурить сигареты, но сделав 2-3 затяжки, становится противно этот привкус во рту вонь. Фу! Поэтому я решил. На данный момент я уже два года пользуюсь одним устройством. Это старый добрый драг и вторая сирена. Они пережили сотни тусовок и миллионы падений, что мы только с ними не делали. Кстати, видео, что мы сделали с этим драгом, можно вот здесь посмотреть. Или здесь. Я не знаю, с какой стороны оно будет. Сигаретная затяжка в сирене меня полностью устраивает. Естественно, у меня есть устройства, которые создают большое количество пара. И по системе у меня тоже есть. Одна в машине, на случай того, если я забуду основное устройство на работе, вторая дома есть по той же самой причине. Но все-таки сигаретная затяжка захватила меня полностью. Какой же вывод следует из всего вышесказанного? Вейпинг действительно помог мне бросить курить. Мне стало легче жить, заниматься спортом, пропала одышка от того, что я поднимаюсь на третий этаж или от небольшой пробежки. В общем, жизнь стала лучше. Если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу вейпинга, задавайте их в комментарии. я с радостью отвечу на все. Все? Что ты делаешь? Морьба. 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 Моей причине, если я забуду основное устройство на работе. На данный момент я уже два года курю. Мне было шесть лет, мы с другом гуляли. У вас привет! Да! Да. Хорошо. ! Н Б